Спасибо большое, уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания. Позвольте выразить признательность белорусской стороне и лично премьер-министру Республики Беларусь Роману Александровичу Головченко за организацию Евразийского межправительственного совета и, конечно же, за тёплый приём и традиционное гостеприимство. Пользуясь случаем, выражаю благодарность председательствующей стороне и лично председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики Жапарову Аклбеку Сенбековичу за усилия по выработке тематики обсуждаемых вопросов. Искренне приветствую главправительств государств-членов и представителей государственных наблюдателей Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста наших государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения его экономических интересов на международной арене. С учетом новых реалий возрастает необходимость повышения тесной координации наших действий как фундамента для адаптации государств-членов к современным условиям глобальной экономики. В условиях современных экономических вызовов одной из важнейших задач остается обеспечение продовольственной безопасности наших стран. В настоящее время в силу объективных причин на общем аграрном рынке возникают ограничения в поставках отдельных видов сельскохозяйственной продукции, что может негативно сказаться на стабильном функционировании сельского хозяйства наших стран и в целом на продовольственном обеспечении Союза. В связи с этим полагаю, что государствам-членам Союза необходимо в первую очередь противодействовать рискам на коллективной основе, используя потенциал выработки консолидированных и взаимоприемлемых решений, минимизируя возможность возникновения дефицита продовольственных товаров. Уважаемые участники заседания, В продолжении начатого вчера обсуждения ключевых вопросов нашей повестки хотел бы остановиться на некоторых актуальных для Союза аспектах. Для наших государств сотрудничество в рамках Союза является приоритетным направлением, позволяющим наращивать традиционную кооперацию и создавать новые партнерские отношения с целью реализации экономического потенциала объединения. В данном контексте с целью функционирования Единого рынка Союза считаю важным устранение препятствий во взаимной торговле, формирование новых логистических цепочек экспорта и импорта, развитие импортозамещения и дальнейшее улучшение условий хозяйствования бизнеса. Опыт последних лет показывает, что значительная часть препятствий, с которым сталкивается бизнес, является результатом отсутствия единых, скоординированных, согласованных правил деятельности. Лишь готовность к сотрудничеству, диалогу, открытость и прозрачность могут способствовать сохранению положительной динамики в данном вопросе. Считаю важным также регулирование вопроса алкогольного рынка. Установление единых целей и принципов общих мер регулирования может способствовать созданию общего рынка без дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной торговле. Для Армении это является приоритетным направлением и имеет широкие экспортные возможности. Коллеги, на наших глазах происходит цифровая трансформация в мировой экономике. Без освоения передовых цифровых инструментов и технологий сложно конкурировать на мировой арене. С момента формирования цифровой повестки Союза уже удалось запустить ряд масштабных проектов, благодаря которым экономические отношения между нашими странами стали более простыми и прозрачными с точки зрения оценки и эффективности. Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов, которые ставят перед нами новые задачи, требует эффективного решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты налогов и таможенных поступлений. Учитывая отсутствие общих границ с государственными членами ЕАЭС, цифровизация процессов обеспечит Армении экономию времени и материальных ресурсов. Логистика – это еще одна сфера, требующая цифровых решений. В этом контексте хочу подчеркнуть важность выработки согласованных предложений по координации и взаимодействию государств-членов по вопросам создания и развития транспортной инфраструктуры, мультимодальных логистических центров и евразийских транспортных коридоров. Армянская сторона дает важное значение развитию диалога и сотрудничества с Китайской Народной Республикой в реализации стратегической инициативы «Один пояс, один путь». Уважаемые главы делегаций, в завершение отмечу, что несмотря на объективные сложности, возникающие при достижении компромиссов, мы продолжаем двигаться в направлении построения эффективного объединения, которое спешно действует в современных непростых реалиях. Благодарю вас за плодотворную работу и конструктивное обсуждение.